Всем привет! Это видео посвящается юным ребятам, которые хотят поиграть в войнушку, но которым надоело бегать с палками. Сегодня я покажу, как сделать вот такой прикольный пистолет-пулемет ФН-П90 из доски всего за один час. Поехали! Итак, нам понадобится доска. Толщину желательно брать 25-30 мм, чтобы не казалось слишком плоско. Сейчас отпилим кусок длиной примерно 600 мм. Старайтесь выбрать то место, где нет сучков. На это в общей сложности я потратил 8 минут. Далее при помощи крупнозернистой наждачной бумаги зачищаем поверхность. Конечно, если это необходимо. Еще примерно 10 минут работы. А теперь мы должны перенести распечатанный шаблон на наш материал. При условии, что дома есть принтер, минус еще 5 минут. Если нет, то заранее бежим в ближайший пункт печати и получаем шаблон там. Это уже примерно 20 минут затраченного времени на изготовление. Здесь можно схитрить и сразу нарисовать детализацию. Так как древесина мягкая, линии можно продавить обычной ручкой. Не забудьте закрепить шаблон кнопками, дабы удобнее было переносить на материал при помощи копировальной бумаги. После того, как мы это сделали, просверлим отверстия в пространстве спускового крючка, магазина и рукояти. Две минуты из общего времени вычитаем. Потом мы должны выпилить заготовку пистолета-пулемета по контурам. Полотно лобзика у меня высокого качества. Вверху вы видите название так, что я справился с этим за 7 минут. Друзья, а если у вас нет электрического лобзика, всегда помните, что есть старый добрый ручной лобзик. Разница от электрического только в удобности пользования. Если не будем медлить, с ручным лобзиком потратим где-то в 2 раза больше времени, то есть 14 минут. Думаю, такое подробное объяснение уже заслуживает лайка с вашей стороны. Всё-таки не так просто было следить за временем и считать это всё. Той же наждачной бумагой, которой мы пользовались вначале, немножко, прям немножко, придадим формы нашему П-90. Можно вообще просто закруглить рукоять, чтобы удобнее было держать, и потратить на это минут 4. Я же пошёл по более сложному пути и решил сгладить все углы, а также нормально так закруглить заднюю и переднюю рукоять. Потом я перешёл на мелкозернистую наждачку. Просто хотел придать петуху немного больше красоты. Хоть это и не обязательно. На обработку абразивной бумагой мной было потрачено 25 минут. После того, как наш П-90 готов, его можно покрасить вот такой краской из баллончика. Продаётся в Мегастрое примерно за 250 рублей. В общем, недорого. Общее затраченное время, считаю высыхание, 20 минут. При жаркой погоде время может сократиться до 10 минут. Кстати, если не хочется покупать аэрозоль, можно обойтись гуашью или кузбослаком. Итого я потратил на создание П-90 из дерева 1 час 35 минут. Вы же спокойно можете уложиться ровно в 60 минут. Поворачивай. 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 Ну и как вам пушечка? Легко сделать и совсем не страшно сломать. Понравилось видео? Тогда с тебя лайк, подписочка. И увидимся в следующем видосе. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ